Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Закрыто для посещений. С 15 апреля на площади Южного Мола временно ограничен проход. С чем это связано? Важная тема. На заседании городсовета обсудили реконструкцию набережной. Как на это могут повлиять горожане? Станет дешевле. В Краснодарском крае снизили тариф на холодную воду. Какие еще законопроекты появятся и кого они коснутся? Начнем с, пожалуй, самого резонансного события – закрытие площади Южного Мола. Произошло это в понедельник и вызвало недоумение многих горожан. До начала курортного сезона рукой подать, а главная площадь вдруг закрывается. Объяснение простое. Ее будут использовать для масштабной реконструкции набережной. Масштабной настолько, что тему эту обсудили на последнем городсовете. При этом было принято решение высказываться о проекте будут не только специалисты, но и местные жители. На повестку городостроительного совета было вынесено три вопроса. Один из них – рассмотрение эскиза коммерческого проекта магазина эпизодических товаров. Обсудили предельные параметры объекта – максимальный процент застроек и минимальный процент озеленения. За ним последовал один из важнейших для города проектов. Он прошел все необходимые экспертизы и согласования с федеральными ведомствами. Вторым вопросом по поручению Алексея Сергеевича будет рассматриваться вопрос реконструкции Приморской набережной, вовлечения жителей в этот процесс. Сейчас ведутся обсуждения, что жители хотят увидеть на набережной. Также градостроительный совет будет давать рекомендации по итогам обсуждения жителей. На градсовете обсудили необходимость вовлеченности жителей в данный проект. Об этапах разработки концепции благоустройства морской набережной говорила Светлана Москвичева, представитель ДК ДЭСО. Здесь важно выделять баланс. Такие функции мы хотим, в первую очередь, выделить на поле, чего не хватает в контексте развития города. Так, до 23 апреля горожане могут пройти онлайн-опрос и высказать свое мнение о создании уникального максимально функционального пространства. 22 апреля пройдет предпроектный семинар с жителями. Состоится он в конференц-зале отеля «Звездный». Цель проекта – повышение комфорта для посетителей набережной и защита берега от разрушений. Добавлю, что мнение сочинцев в этом вопросе имеет большой вес, ведь все пожелания горожан будут учтены и взяты во внимание. Обсудили также и проект правил землепользования и застройки в части границ и требований к архитектурно-градостроительному облику. Работа администрации города и экспертного сообщества над ним продолжается. Стоит отметить, что сейчас в городе реконструкции уделяется огромное внимание. Кто-то скажет, поздновато спохватились, ведь лето на носу. Но, как заверили в мэрии, к старту летнего сезона успеют, например, реконструировать пляж санатория «Волна». Сейчас там кипит работа. Что там делают, а главное, как, посмотрел глава города. Он лично прибыл на место во время обхода прибрежной полосы Хостинского района. Также мэр оценил ход работ по подготовке к упальному сезону пляжа Мацеста. Работы на пляже санатория «Волна» будут проходить в два этапа. Первый уже идет. Приведут в порядок более 8 тысяч квадратных метров. Это пляж и прилегающая территория. По плану строители должны завершить работы к началу курортного сезона. Мы поменяем покрытие, сделаем благоустройство входной группы, где мы сейчас проходили, там были у нас ларьки. Делаем кумбы, ставим скамейки, светильники и благоустраиваем дополнительно парапет. Парапет ремонтируем, накрываем его реечным покрытием, чтобы создать скамеечки, дополнительные места отдыха. Ко второму этапу работ приступят уже после курортного сезона. Кроме того, глава города поручил восстановить дорогу, которая ведет к пляжу в районе пешеходного моста. Много жителей Хосиского района обращались в зеленом месте. После ЧАЭС произошло обвалы, разрушение, трещина большая, плюс пешеходный мост. Поэтому задача оперативно сделала. Как начнете работу, проводите внимательно. И чтобы было здесь огорожено, чтобы не до бога там не было ни травматизма. Восстановить дорогу тоже должны к началу летнего сезона. А на Мацесте пляж будет увеличен. Кроме того, восстановят буны, спуск к нему и вход. Обустроят и прилегающую территорию. Появятся раздевалки, душевые, аэрарий. Точки питания и серф-станцию оформят в едином стиле. Добавлю, что оба пляжа – и на Мацесте, и волна – будут доступны для всех. На центральном пляже в Дагомысе также активно готовятся к новому сезону и создают новую зону отдыха. Что уже сделано, на этой неделе также посмотрел глава Сочи Алексей Копайгородский. Также во время этой рабочей поездки по микрорайону мэр провел совещание по итогам отопительного сезона. Центральный пляж в Дагомысе считается одним из лучших в Лазаревском районе. Здесь уже проведен первый этап реконструкции. На берегу оборудовались современные зоны отдыха, точки питания, детские и спортивные площадки. И сейчас арендатор приступил к наведению порядка в другой части пляжа, который был, как принято говорить, в Сочи «диким». И вот фрагмент разговора главы Сочи Алексея Копайгородского с представителем арендатора пляжной территории. До упора на железнодорожный переход у вас уже будет вся общая территория. Открытие 1 июня. Материал закупили, весь всё? Всё в наличии, всё есть, специалисты есть. Сейчас подрыв брусчатки идёт, коммуникации. Чистое море, хорошие объекты, поэтому задача, чтобы было максимально хорошо, комфортно, светло, уютно. Ну и немаловажно ещё афиша мероприятий, то, что мы говорили. В этом году на всех пляжах будет афиша культурно-развлекательные, спортивные события, которые будут происходить утром, в обед и вечером обязательно. Поэтому люди могли спокойно в формате отдыхать. Глава города также дал поручение арендатору обеспечить безопасность отдыхающих. На пляже должно быть несколько постов охраны. Должно работать и круглосуточное видеонаблюдение. Обсудили и итоги отопительного сезона. По словам руководства предприятия «Сочи Теплоэнерго», он прошёл без аварий и отключений. Сейчас в центральном районе приостановили работу трёхкотельных – 14-й, 2-й и 3-й. К тому же идёт плановый профилактический ремонт. По графику эти работы проведут на всех теплоузлах города. О том, где планируют провести модернизацию, мэру рассказал генеральный директор муниципального предприятия «Сочи Теплоэнерго» Александр Мацкиев. Модернизация продолжится. Будут в Лазаревском районе несколько котельных переводиться на природный газ. В Хойсинском районе две котельные будут переводиться с мазута на жижный углеводородный газ. А также будет проводиться модернизация котельных на увеличение мощности в связи с подключением новых потребителей. Сети будут меняться по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Попало в программу 12 километров сетей. Сейчас подготавливаются графики. Глава города отметил, что весь жилищно-коммунальный комплекс курорта нужно начинать готовить к предстоящему отопительному сезону уже сейчас. Поэтому все процессы вместе с Ростехнадзором по Краснодарскому краю отработать все задачи, все поручения по линии теплоснаживания, водоснабжения, все, что связано с полностью жилищно-коммунальным комплексом, ну и, естественно, сделать так, чтобы все, что мы поставили, все задачи перед собой по улучшению инфраструктуры наших тепловодохозяйств, они были выполнены и обеспечены на самом высоком уровне. Так, только по инвестиционной программе Сочи Водоканала по развитию и модернизации центральных сетей холодного водоснабжения и водоотведения за пять лет планируют реализовать 136 мероприятий на общую сумму более чем 6 миллиардов 202 миллиона рублей. Вообще, тот, кто сейчас часто бывает в центре, может наблюдать, как город к летнему сезону не просто моют и убирают, а прямо, можно сказать, перестраивают. Так, в сочинском сквере «Чайка» напротив железнодорожного вокзала началась активная фаза работ по благоустройству. В связи с этим территорию сквера временно огородили и даже обозначили пути обхода. Ремонт в сквере «Чайка» – это лишь первый этап благоустройства всей улицы Новогинской, одной из главных гостевых зон курорта. Как отметили в центральной администрации, проект ее преображения разработан с учетом пожеланий жителей. На территории сквера планируется заменить почти 5000 квадратных метров брусчатного покрытия, установить новую парковую мебель и смонтировать систему автополива. Также в сквере будет установлен современный туалетный модуль с зеркальными панелями. Завершить все работы планируется до 12 июня. Апрель в Сочи – время большой уборки. Впереди майские праздники, а еще Пасха и Радоница. Поэтому убирают не только сам город, его гостевые зоны, но и то, что спрятано от глаз гостей – кладбище. Работами этими в плановом порядке занимаются департамент городского хозяйства и специализированная похоронная служба. На данный момент в городе Сочи насчитывается порядка 115 кладбищ. И уже сегодня их готовят к обновлению и убирают. По поручению главы города к светлому празднику Пасхи и Крадоницы везде наводится порядок, проводится вывоз мусора, санитарная обработка. По состоянию на сегодняшний день, с начала года, вывезено уже порядка более тысячи кубических метров твердых коммунальных отходов. Вот так уборка проходила на Успенском кладбище. С территории был убран и вывезен весь растительный мусор. В сухие ветки – опавшая листва. Особое внимание уделили местам воинских захоронений – могилам ветеранов Великой Отечественной войны. У братской могилы воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, провели реставрационные работы по замене плиточного покрытия. Вся старая и пришедшая в негодность плитка была убрана. Осуществили облицовку и полировку, а также благоустроили прилегающую территорию. Это могила 79 советских воинов, умерших от ран в госпиталях центрального района города Сочи. Празднование Дня Победы не за горами, поэтому подготовить мемориал к Великой Дате решили заблаговременно. На территории кладбища произвели покос травы, сбор сухостоя, покраску перил и лестниц, очистку мест захоронений от сорной растительности. Также привели в порядок дорожки, избавили их от пыли и мусора, чтобы можно было беспрепятственно пройти и проехать на территорию. Департаментом городского хозяйства планируется установить более 89 контейнеров для сбора мусора на всех сельских и городских кладбищах. Что еще нас волновало на этой неделе? Конечно, цены, которые растут как на дрожжах. На этом фоне приятной стала новость, пришедшая из краевого центра. В Краснодарском крае снизили максимально допустимый тариф на холодную воду для жителей. Такое решение приняли на 36-й сессии законодательного собрания края. Законопроект был внесен по инициативе губернатора Венемина Кондратьева, чтобы сдержать рост коммунальных платежей. Теперь максимальный предел тарифа понизили до 99 рублей 77 копеек за кубометр. Особенные изменения почувствуют жители Кущевского района. Там тариф составляет около 107 рублей. Мы сегодня снизили предельно максимальный тариф на воду, а по-простому стоимость за кубометр для людей снизили. И сегодня 99 рублей 77 копеек за куб. Вот и все. И выше нельзя. Никому нельзя выше поднять стоимость за воду. Ни в каком муниципальном образовании, ни в каком даже самом маленьком поселении. Конечно, для людей. Снизили абсолютно правильное решение. Еще один законопроект коснулся педагогов. В прошлом году в крае дополнительным рублем поддержали учителей, добавив 5000 к зарплате. Сегодня меру поддержки расширили на социальных и педагогов-психологов, логопедов-преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей-дефектологов в школах. Все они получат деньги в полном объеме в мае. Также теперь владельцы ЛПХ, которые зарегистрируют себя как самозанятые, смогут получить субсидии на покупку саженцев, рассады, семян, оборудование для животноводства, птицеводства, систем орошения. Растет не на грядке, а в цене. Россиян предупредили о заметном подорожании борщевого набора. Продукты для него могут вырасти в стоимости на 10-12%. Экономисты подсчитали, что за 10 лет борщ подорожал вдвое. Такова статистика в России. А какова она в Сочи, выяснила наша съемочная группа. Споры о том, можно ли назвать борщ супом со свеклой, не утихают уже много десятилетий. Но похоже, что даже они отошли на второй план, потому что в последнее время все, что говорят о борще, связано с его стоимостью. Когда-то простое блюдо потихоньку стало превращаться едва ли не в деликатес. Так в Росстате посчитали, за год трехлитровая кастрюля борща подорожала на 8%. Мясо говядины выросло на 50 рублей, картофель и капуста подорожали в два раза. Морковь почти в три, дороже всего свекла. По сравнению с прошлым годом она выросла в цене в четыре раза. Таковы данные по России. Мало кто знает, но есть люди, четко следящие, что же происходит с индексом борща ежегодно и даже ежеквартально. Вот смотрите, это официальный сайт индекса борща. Вот график городов с ценами. Самый дорогой набор в Анадыре. Он обойдется примерно в 428 рублей. Сочи в этом списке находится на 23 строчке. По данным сайта, на курорте борщ обойдется почти в 150 рублей. В среднем по стране цифра варьируется в пределах 193 рублей. По мнению экспертов, цена на любимое россиянами блюдо выросла из-за картофеля и курицы. При этом средняя стоимость приготовления борща на 4-х человек по России – 160 рублей. Классический рецепт борща знает каждая хозяйка. Часто, чтобы сэкономить, берется курица, вернее, некоторые ее части, а не говядина на кости. Кто-то еще добавляет приправы, зелень и прочие ингредиенты. Но классика выглядит именно так. Чтобы выяснить, сколько сейчас стоит этот борщевой набор, съемочная группа «Сочи-24» побывала на центральном рынке. 60 рублей. Свекла, морковь и капуста 60 рублей. Также стоит на рынке у нас. Сколько стоит картошка, чеснок и лук? Картошка стоит 50 рублей у нас. Чеснок стоит 3 штуки на 100 рублей. И молодой чеснок стоит 50 рублей. Это уже новый урожай идет. Домашняя курица, бедро или окорочка сейчас стоит около 350 рублей за кило. Говядина обойдется дороже 500 рублей за килограмм шеи или грудинки. В итоге наши подсчеты совпали с приведенной статистикой официального сайта индекса борща. А вот как относятся к новости о подорожании борщевого набора покупатели? А вот борщ подорожал или нет? Ну, конечно, сейчас все подорожало. Не то, что борщ, жизнь подорожала. А вы готовите борщ часто? Конечно, готовим. Через день, через два. Любители борща. Вот на сколько примерно в процентах подорожали овощи? Ну, процентов, наверное, на 30 точно, я считаю. Вы готовите борщ? Да, конечно, готовлю. А подорожали продукты к нему? Да нет, вроде нормально. Не чувствуется разница? Ну, если только с ним чуть-чуть, вот так нормально. А вот на мясо? Есть такое дело. Независимо от цены, все равно покупаем и будем готовить. И ведь действительно будут, потому что борщ на столе – это традиция. А вот ежегодное весеннее подорожание борщевого набора – это скорее закономерность. Рост цен в апреле-майе происходит из-за того, что прошлогодние запасы сельхозкультур, выращенных на территории страны, заканчиваются. Но длиться это будет недолго. Цены на овощи пойдут вниз, как только в южных регионах России созреет новый урожай. К сожалению, не обошлось на минувшей неделе и без ДТП. Вместе с ними в сводки происшествий попадали и пожары, и кражи. О некоторых из них расскажем в традиционной подборке. Сочинцу грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков. 19-летнего местного жителя доставили в пункт полиции. Выяснилось, что запрещенные вещества он не только употреблял, но и продавал. При личном досмотре у задержанного обнаружили 10 свертков с мефедроном, а в телефоне координаты четырех тайников, ранее оборудованных им на территории города. Общая масса изъятого свыше 20 граммов. Возбуждено уголовное дело. Взял позвонить и ретировался. В Сочи полиция подозревает местного жителя в краже телефона у приятеля. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного жителя на остановке рядом с домом. Похищенный смартфон изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит 4 года тюрьмы. По пути к пострадавшему автомобиль скорой в селе Черешня застрял на месте. Неравнодушные прохожие начали помогать водителю и вытолкали машину из ямы. В Сочи фигуранта дела о гибели участника команды КВН арестовали до 23 мая. Ранее мужчина был объявлен в федеральный розыск. 33-летнего уроженца Республики Дагестан, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшим по неосторожности его смерть, задержали на территории курорта. Во дворе многоквартирного дома между подростками и мужчинами произошла драка. Как сообщают очевидцы, пенсионерам не понравилось поведение молодых людей. В ответ один из подростков кинул бутылку в мужчин. Те, в свою очередь, применили физическую силу по отношению к парню. Сообщение по данному инциденту зарегистрировано в пункте полиции. Личности всех участников установлены. После проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта. На улице Джапаридзе машина несколько раз перевернулась и упала в обрыв. Водитель получил множественные ссадины и порезы. Спасатели оказали молодому человеку первую помощь, после чего его на носилках транспортировали к машине скорой. В Сочи женщина возле сетевого магазина разбросала шеринговые электросамокаты и спокойно пошла дальше. Чем именно они ей помешали, неизвестно. Это время новостей и итоги. Смотрите во второй части программы. Возводят лестницы, мосты, беседки. На курорте готовят рекреационные объекты к лету, с чего начали реконструкцию. Недолгий период. Весеннее цветение экзотов в Сочи в разгаре. Чем восхищаются туристы и что удивляет даже ученых. Об этом и о многом другом сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. За здоровьем в Зельцер Мед. Врачи в высшей категории. Современное оборудование. Лазерная хирургия. Доступные цены. Все это в новой многопрофильной клинике Зельцер Мед. Подробнее на сайте zelcerclinica.ru. Требуется консультация специалиста. Приближается праздник Светлой Пасхи. В магазинах все для пекарей и кондитера. Большое поступление в форм для куличей, сахарных украшений, пищевых красителей. Ждем вас. Все для пекарей и кондитера. Сделаем ваш праздник ярче, слаще и вкуснее. Автальмоцентр Коновалова, Сочи. Весь спектр автальмологической помощи на мировом уровне. Диагностическое, хирургическое и детское отделения. Удаление катаракты по фиксированной цене. Лазерная коррекция зрения. Оперирует и консультирует профессор Коновалов. Профессиональная диагностика и лечение женских проблем. Клиника УРАПРО. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем получить высшее образование с отсрочкой оплаты обучения. Ветеранам боевых действий бесплатно. «Открытый институт» аккредитован. И его дипломы подходят в том числе для госслужбы. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org Итоги недели в эфире. С вами Асаль Тулегенова и мы продолжаем. Сочинский национальный парк ведет подготовку рекреационных объектов к летнему сезону. При этом доступ посетителей к ним не ограничен. И гости наблюдают не только за природой, но и за тем, как преображается туристическая инфраструктура. Так, большой объем работ уже проделан на Змейковских водопадах. Глава Сочи Алексей Копайгородский провел там выездное совещание. Змейковские водопады входят в число популярнейших мест отдыха Сочи. Экологическая тропа протяженностью 1300 метров была открыта для туристов 28 лет назад. В июне прошлого года инфраструктура объекта была разрушена сильнейшим паводком. Практически заново к летнему сезону здесь возведены лестницы, мосты, беседки, установлены скамейки и информационные стенды. Директор Кавказского заповедника и исполняющий обязанности директора Сочинского нацпарка Сергей Шевелев поделился с Алексеем Копайгородским планами по развитию туристической инфраструктуры. Может быть, поддержите. Я хочу в Мацесте сделать центр горного туризма. Такого нигде нет у нас. То есть, где могут приходить люди, заниматься туристами. У нас белые скалы, огурские водопады. И там сделать скалодром, которого мы видим. Большинство природных достопримечательностей города-курорта расположены в Сочинском нацпарке. Это особо охраняемая природная территория, для посещения которой необходимо получить пропуск. Стоит отметить, что перечень льготных категорий, посещающих нацпарк бесплатно, довольно внушительный. А большая доля средств, полученных от посещения туристами, идет на развитие инфраструктуры. Глава города отметил, что важно уделять внимание не только развитию экотуризма, но и сохранению уникальной природы. На выездном совещании обсуждали и обеспечение безопасности туристических групп, которые совершают многодневные походы. Все они должны в обязательном порядке официально регистрироваться у спасателей, с точными данными как о маршруте, так и о составе группы. Отмечу, что Сочинский нацпарк занимает второе место среди национальных парков России по посещаемости туристов после Кисловодского. Только за 2023 год в нем побывали 1,7 млн человек. Лидером по посещаемости в стране среди заповедников считается Кавказский, который в прошлом году принял 622 тысячи туристов. И добавлю, что с каждым годом людей, которые увлекаются экотуризмом, становится все больше. Еще одна новость недели. В Росгвардии посчитали, сколько оружия находится на руках у населения. И все это на фоне новостей о том, что в торговых центрах может появиться вооруженная охрана. Обратить внимание на проблему защищенности заставил теракт в Крокус-Сити-Холле. Как обстоят дела с безопасностью на курорте, кто контролирует оборот оружия и в каких случаях гражданину откажут в его приобретении, а в каких аннулируют разрешение. Об этом говорили в студии программы подробно. И вот лишь фрагмент интервью. Получить разрешение на любой стадии времени. То есть он может получить разрешение новое по истечении 5 лет. Потом через 3 года он захотел получить эти разрешения снова на 5 лет. Он может обратиться и получить разрешение на новый срок. Но там единственное есть небольшие оговорки. То есть у него должны быть действительно медицинские заключения. У него должны быть документы о прохождении безопасного обращения с оружием быть в наличии. То есть есть небольшие нюансы. Например, владелец оружия переезжает в другой регион. Какой ему дан срок для того, чтобы он встал на учет? При переезде водительца оружия в другой регион, с момента его регистрации, то есть отметки в паспорте, он должен в течение двух недель обратиться в подразделение лицензионной работы по месту регистрации и встать в двухнедельный срок на учет. Полную версию программы подробно смотрите сразу после выпуска новостей. Также она доступна в наших ВК-видео Сочи-24. Юг ярко заявил о себе на этой неделе. Итоги ресторана премии «Where to eat» подвели в Москве. В шорт-лиц премии вошли 10 ресторанов из Южного федерального округа. А в топ-20 лучших ресторанов России вошел сочинский ресторан «Баран Рапан». 16 место «Баран Рапан» в Сочи. Сочи снова подтверждает свой статус гастрономической столицы Юга России. Ресторан «Баран Рапан» занял почетное 16 место в престижной ресторанной премии «Where to eat» 2024. Эта победа – результат огромного труда и таланта команды, а также признание высокого уровня гастрономии на Черноморском побережье. Для нас это очень почетно, очень большая награда, потому что мы в прошлом году были 30-е. Для нас зайти в 20-ку – это просто суперпобеда. Вы представьте себе, там 50 тысяч ресторанов, 50 тысяч ресторанов, и мы 16-е, понимаете? 16-е. Это очень, это большая победа. Очень большая победа. Но это победа и еще какой-то вызов, что мы хотим двигаться вперед. Отдельной гордостью ресторана стала победа «Сомелье» Максима Кочнева в специальной номинации «Сомелье года». Его профессионализм, знание вин и умение подобрать идеальную пару к блюдам были высоко оценены экспертами премии. У нас сейчас новая жизнь, у нас новый глоток воздуха. Мы работаем в новых каких-то направлениях, в новых трендах. У нас шеф потрясающий Андрей Грязев, он делает очень классные блюда с каким-то новым таким веянием, то есть с новой эпохи российской кухни. Мы работаем с российскими винами, и это тоже определенный тренд. Мы много чего делаем, чтобы развивать регион, развивать именно локальный продукт Краснодарского края. Участие в премии «Where to eat» для ресторанов Юга России – это возможность заявить о себе на всю страну и повысить свою статусность и узнаваемость. Баран Рапан своим примером доказывает, что южные рестораны могут составить достойную конкуренцию столичным заведениям и занять свое место среди лучших. Асальту Легенова, Дмитрий Говорков, Время новостей. Апрель – традиционное время цветений весенних экзотов. Туристы специально приезжают в это время на курорт, чтобы полюбоваться ими и окунуться в мир тонких ароматов. Чем пахнет весна в Сочи? Чтобы выяснить это, наша съемочная группа посетила парк Дендрарий. Сладкий и в то же время нежный аромат сакуры окутал парк Дендрарий. Он очень напоминает нотки спелой вишни летом, но немного легче. Деревья буквально усыпаны хрупкими розовыми и белоснежными цветами. От дуновения ветра они могут разлететься на тысячи мелких лепестков. Любоваться сакуры осталось недолго – цвести ей ещё две недели. Пока это прекрасное время не закончилось, у гостей парка есть шанс насладиться кусочком Японии в Сочи. Сама была здесь в своём детстве. Замечательные впечатления. Удивительным образом попали на цветение сакуры. Даже не ожидали. Так что очень довольны. И с погодой повезло. Целая аллея сакур стала одной из главных локаций для апрельских фотоснимков. Но не только японская вишня приятно удивила этой весной. Фиолетовые и сиреневые ветви глицинии вряд ли смогут оставить гостей парка равнодушными. По соседству магнолия лилия цветная. И бруклинская радует и восхищает своим цветением. Сотрудники дендропарка, которых, как кажется, уже ничем не удивить, этой весной тоже восхищаются. Самое интересное, что спустя 15 лет мы в этот день сегодня увидели первое цветение магнолии. Чапской для нас это большое событие, потому что растение очень редкое. В России оно встречается только в субтропическом ботаническом саду Кубани, откуда оно нам и было передано. Время благоухания весенних экзотов скоротечно. Вдыхать сладкие ароматы и любоваться трепетной красотой долго не получится. Поэтому до наступления настоящего солнечного зноя еще есть время подышать настоящей сочинской весной. И надо постараться его не упустить. И на этом у меня все. Какими будут следующие 7 дней, покажет время и Сочи 24 в итогах недели. Так что оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова